Пока накануне вечером центральные улицы приводили в порядок, жильцы одного из кировских дворов пытались добиться почти того же. В течение всего дня на Ленина 102А пролежало дерево. Оно упало накануне рано утром. И не только на дорогу, но и настоящий рядом с домом автомобиль, пофредив при этом противоугонную систему машины. Весь рабочий день во дворе раздавался звук сигнализации, но очистить двор от мусора никто не спешил. Анна Мамаева выяснила, что нужно делать в подобных ситуациях собственникам жилья и пострадавшего имущества. Она пустая машина, пустая. Сигнализация просто шумит. Мы даже не знали, я заглянула с той стороны, там не видно, что с машиной. Олегтина Масленникова уже несколько раз выходила во двор своего дома на Ленина 102А посмотреть еще раз, что случилось с машиной ее сына. Ночью на его автомобиль рухнуло дерево. Дерево-то, ладно, лежит на заборе маленькое, а я на самой машине. Ну там вот есть, суп какой-то ломился, я не знаю. Да и сам удар, видимо, был настолько сильный, что пострадал еще звуковой сигнал под рулем автомобиля. Весь день машина сигналила сама по себе. Кстати, это не первый подобный случай. Месяц назад в этом же дворе тоже упало дерево. Тогда пострадало три машины. В подобных ситуациях, говорит адвокат Владимир Мезенцев, возмещение ущерба за пострадавшее имущество можно добиться только через суд от владельца зеленых насаждений, то есть управляющей компанией, ТСЖ или администрации города. Но предварительно надо сделать несколько экспертиз. Необходимо, в первую очередь, вызвать правоохранительные органы, чтобы они составили протокол осмотра и зафиксировали состояние автомобиля. Первое. Второе. Состояние дерева. После этого обратиться в гидрометриоцентр для получения справки о том, какая была скорость ветра на момент падения, либо были там штормовые предупреждения. Также необходимо вызвать независимого эксперта для определения стоимости ущерба автомобиля и желательно провести экспертизу в сфере лесного комплекса, которая даст свое заключение по поводу дерева, то есть что явилось причиной падения дерева. Ходили, где застрахована машина, там сказали, вызывайте, смотрите, все платно, все за деньги, а тогда зачем страхуют машины? Только экспертизы и справки будут стоить как минимум 10 тысяч рублей. К этому надо прибавить еще госпошлину за рассмотрение дела в суде и оплату адвоката. В любом случае пострадавшим стоит сначала оценить размер ущерба. Возможно, он будет не настолько велик, как судебные издержки и бумажная волокита, которые будут предшествовать выплате компенсаций. Анна Мамаева, Алексей Вожигов, Сергей Слободин. Бюро новостей. Довича.